Пшеничка еще молочная спелась, еще пока не подошла. К уборке яровой пшеницы в хозяйстве Анатолия Иванова планирует приступиться дня на день, если погода не подведет. А такое в этом году уже было. Январские ливни уничтожили 70% озимых. У нас за зиму и весну вымерзла 1200 гектаров, вымокла она, и нам пришлось ее все пересевать. Пересеяли мы ее рапсом, это культура, чтобы как-то оправдать наши затраты на посев озимых. На сегодняшний день яровые культуры, они урожайность дают такую же, как озиму. Мы сокращаем клин озимых культур, увеличиваем клин яровых культур. Мы получали по 60 центеров озимых, сейчас мы по 60 центеров спокойно можем яровых брать. Но себестоимых яровой пшеницы намного ниже, чем озимых. Хотя в этом году и здесь не все так однозначно. Летом, по наблюдениям Анатолия Иванова, в их районе выпало три нормы осадков. Влага зерновым, конечно, нужна, но такое количество, плюс порывы ветра, в итоге некоторые участки полей будто прикатаны катком. Вот видите, что творится, и колос сравните. Вот он, его сломала колос, она и не опылилась, и зерна нет в ней. Зерна намного меньше. А еще от земли зерно начнет подтягивать влагу и, вероятно, прорастет. Заболевания к полегшей пшенице тоже пристают быстрее. Их из-за дождей в этом сезоне больше, что делает возделывание пшеницы убыточным при нынешней цене на культуру. Штипные районы молотят, до 9 рублей упало. А себестоимость пшеницы при нынешних затратах уже где-то примерно к 12-13 рублями даже больше подходит. Очень много потрачено на защиту пшеницы от болезней. Себестоимость выросла у нас, потому что две фунгицидных обработки делали, чтобы избавиться от ржавчины, от всех заболеваний. Еще один груз, который тянет на дно цены на пшеницу – рекордные урожаи последних лет. И прогнозы краевого минцельхоза на этот сезон неутешительные. С полей алтайские аграрии должны собрать до 5,5 миллионов тонн зерновых, что на миллион тонн больше прошлогоднего. Большие переходящие остатки, то есть нереализованный урожай – проблема общероссийская. А избыток продукции всегда сказывается на цене. К середине этого лета, по данным минцельхоза, у алтайских фермеров в складах лежало почти 2 миллиона тонн зерна. В этом году наш регион лишился и главного заграничного рынка сбыта. До конца года полный запрет на ввоз зерна объявил Казахстан. Туда еще в 2022 году Алтайский край вывозил почти 800 тысяч тонн пшеницы. Наша же задача сейчас – отработать вопрос взаимодействия с Китаем. У нас назначена бизнес-миссия на начало сентября для поиска наших партнеров в Китае, для того, чтобы иметь возможность напрямую работать от фермеров, создавая определенные интересующие для той стороны партии, либо в кооперации, либо это будут какие-то индивидуальные работы. И прорабатывать логистику, прорабатывать вопросы определения качества необходимые, опять же, вопрос мониторинга. В сторону Китая Алтай развернулся еще прошлой осенью, когда Казахстан ввел первый запрет сначала на ввоз зерна автотранспортном. Чтобы торговать поднебесной, нужно пройти строгий контроль, начиная от оценки семян и полей, и заканчивая мониторингом складских помещений. Очень у многих склады заполнены. И для того, чтобы провести даже мониторинг на Китай, там особенность такая, что склад должен быть пустой, обработанный, туда ставят определенные ловушки, определяют наличие патогенных микроорганизмов, то, что не должно быть в этом складе при внесении туда продукции, при закладке урожая на хранение. Складов нет. Для того, чтобы провести мониторинг, нужно освободить склад. А склады все заняты. Однако за первые пять месяцев 2024-го, по данным регионального управления Россельхознадзора, объемы экспорта в Китай из Алтайского края выросли вдвое. В первую очередь за счет зерновых и зернобобовых. А в краевой филиал Центра оценки качества зерна в прошлом году обратились в 8 раз больше фермеров, чтобы пройти тот самый китайский мониторинг. В прошлом году 260 фермеров к нам обратилось. До этого было, например, 31, 25. Вот если там по годам смотреть динамику, цена с китайским мониторингом и без китайского мониторинга у наших аграрьев очень разная. И уже сейчас горох играет такой ценой. Вилка, например, 3 рубля за килограмм. Представьте, если это в тоннаже, если это идет уже в контейнерах, в вагонах, то это прям очень большая разница. Однако, по мнению Союза зернопереработчиков Алтая, рынок Китая не столь привлекателен. Во-первых, до ближайшего погранперехода более 4000 километров. Так что это не такой уж и близкий сосед. Во-вторых, интересуют его прежде всего масличные культуры. А вот, скажем, Средняя Азия, к примеру, Узбекистан и Афганистан за год возят до 2 миллионов тонн пшеницы. А еще есть Таджикистан, Киргизия, Туркмения. Но есть и нюанс. Для торговли с этими странами мы не сможем обойти Казахстан. Мы проезжаем по его территории. И преимущества казахских предпринимателей, и чем они пользуются, и почему с такой радостью покупали у нас пшеница по завышенной цене, вот, относительно российского рынка, они проводят совершенно по другим тарифам и провозной платы. Для справки, таможенный, не таможенный, извините, транзитный тариф, железнодорожный, по республике Казахстан для нерезидента в 4-5 раз выше, чем для резидента. Заградительными наши фермеры называют и экспортные пошлины, которые, например, их коллеги из Казахстана не платят, продавая зерно в другие страны. Решить эти вопросы, говорят сельхозтоваропроизводители, можно только на государственном уровне, например, отменив пошлины. К тому же алтайское зерно ценится на рынке благодаря своему качеству. Исключением стал разве что прошлый год, когда дожди, затянувшиеся почти на весь сентябрь, не давали выходить в поля и существенно снизили показатели терновых. У сельхозтоваропроизводителей были опасения по поводу основного показателя, который в прошлом году ронял качество и переводил, например, пшеницу 3-го класса в 4-й, в 4-ку, в 5-ку – это число падения. Прошлый год был уникальный, и по числу падения мы свалились в большее количество пшеницы 5-го класса, которая идет на фураж и на комбикорма. Первые качественные характеристики мониторинга транслируют совсем другую картину. Число падения выше предыдущих лет, и это здорово, оно доходит до 300. На этой неделе аграрии края отчитались. Убрана пятая часть зерновых. По предварительным оценкам, все зерно продовольственного качества. Не радуют разве что прогнозы от небесной канцелярии. На ближайшие дни по всему краю небольшие дожди. Я проехал много районов края, ездил на семинары везде по краю, и везде поля радуют. Нам каких-нибудь 15-20 дней погожих, и в основном-то процентов 70 мы могли бы 80 брать. Как ни крути, но сельское хозяйство – это уравнение с множеством переменных. Но фермеры совершенно точно настроены на то, что в этом году получат результат со знаком «плюс». Субтитры создавал DimaTorzok